здравствуй зритель и добро пожаловать на канал где мы продолжаем свое знакомство с миром драконе и догмы ну или как-то может быть правильнее стоило бы сказать догмой дракона и нам пора выбегать у нас уже есть несколько заданий но прежде я хочу показать тебе обещанный паркур которым я начал упоминать в прошлой серии этого прохождения или этого осмотра игры и показать что здесь вообще можно с этим творить вот таким образом и смотри у нас здесь на крыше секретка давай заглянем что здесь мешочек монет отлично еще выше я могу забраться он туда допустим а туда получается не могу а если так ну чтож здесь уже не получается жаль а там ничего больше нету такого секретного вообще интересно конечно кто на крыше прятал сундук и зачем ладно спускаемся что-то этот парень от нас хочет здравствуй да он мне продолжает говорить про пешку которая идет в лагерь и куда мне советует отправиться вместе с ним я хочу еще по-быстрому пробежать хотя может быть мы могли бы сделать это и потом и посмотреть что еще есть на крышах давай по-быстрому это сделаем я честно говоря не помню нашел эти секреты совершенно случайно когда здесь потом более поздний квест сделал порох и не помню было ли здесь какой-нибудь поприличнее оружие или броня а смотри пешка лезет за мной ну ладно бог с ним амулет завоевателя да точно хорошая штука которую можно не использовать и достаточно неплохо так продать за деньги ну ладно мы здесь еще по квестом с тобой побегаем или забежать еще в одно место а я честно говоря не помню где тут еще еще один клад по моему вот там наверху тоже есть ахаха отлично но это книжка имеет отношение к другому квесту давай мы его сделаем попозже уже с тобой в другой раз и вот я если честно не помню смогу ли я сейчас здесь перепрыгнуть и надо ли мне это наверное нет ладно все уходим общую суть я тебе показать успел о том что здесь можно сделать в этом городе как можно еще поразвивать без своего персонажа по насобирать всякое и пошли дальше квестами заниматься кстати если ты не знал то под dragon's dogma уже вроде бы взяли в работу и в скором будущем появится мультипликационная точнее правильнее сказать анимационный сериал от netflix чуть ли даже не в этом году шкура кролика мне по квесту нужно по-моему пять кроликов поймать но бегают они шустро поэтому их ловить то еще занятие ладно я думаю мы еще их увидим и увидим много пошли по дороге в тот самый лагерь где собираются пешки на ты смотри гоблины напали на прохожего и Вот так, разобрались со злодеями. Если противники покажутся вам слишком сильными, попробуйте повысить свой уровень или найти копировку получше. Хорошо, учтем, что-то они уронили. Рок гоблинов. И что, больше лута никакого нет? А вон кролики. Ну ладно, давай для начала поговорим с этим парнем. Рейнард. Еще бы чуть-чуть. Меня зовут Рейнард. Я странствующий торговец, хотя эти чертовы твари уничтожили мои товары. Но благодаря вам я потерял только товары. Мне еще повезло. Спасибо вам. Пожалуйста, Рейнард. Ну это означает, что сейчас он со мной поторговать не сможет, но в дальнейшем возможно. Отлично. Квест на кроликов выполнили. И пойдем дальше. Кстати, вот эти камни, если ты не знаешь, можно хватать и вот использовать для того, чтобы разбираться со своими противниками. А вон, кстати, гоблин один отбился от стаи. Сможем ли мы в него каким-нибудь камнем шибануть? Что, все? И это весь гоблин? Да ладно, руку же, успокойся. А он мне, смотри, маг зачаровывает мне оружие, используя свою магию, чтобы она подсвечилась вот так вот. Но раз он мне набафал тут, давай вот с этого гоблина еще. Все, руку, успокойся. Гоблинов больше нету. И ящик. Амулет демона. Это очень хорошо. Дай посмотрим, что этот амулет делает. А вот для начала от этого гоблина еще давай. Раз уж мы его узрели. Взял и понес. Так, что-нибудь он дрогнет. Рука немножко запаздывает. Но это либо я такой молодец и так шустро со всеми разбираюсь. Нам нужно пособирать цветы. Солнечник. По-моему, пять штук солнечника нам нужно для лекарств собрать. И еще пять лунных цветов. Но если я не ошибаюсь, то солнечник растет, цветет только днем. И в этом же месте ночью цветет лунный цветок. О, монетки нашли. Да, но... Ночью ходить здесь гораздо более опасно. Ночная слеза называется растение. Хорошо. В любом случае, ночью мы здесь, наверное, еще прогуляемся. Попробуем эти цветы пособирать. Мне нужно еще два солнечных цвета. Цветка. По окрестностям разбросано очень много всякого лута. И вроде бы для начала, ну, совсем вот бесполезная ерундовина. Какие-то орехи, какие-то чаи, ягоды и прочее. Но после первого же визита к торговцу у тебя, зритель, пропадет всякое нежелание собирать эту мелочевку. Потому что зачастую, продавая вот это вот барахло, какие-то травки, можно составить себе очень неплохие капиталы практически у любого торговца. Так что, по возможности, будем этим заниматься. Хотя я думаю, что вот прям совсем уж сильно концентрироваться именно на сборе всякой лабуды мы не станем. Денег, ну, по крайней мере, на первых порах. И без того, я думаю, будет хватать. Ладно, пошли. Мы пришли уже в этот лагерь. Вот они, ворота. И задание выполнено. Кстати, о встречах с пешкой. Давай-ка я быстренько посмотрю настройки. По умолчанию, по-моему... Да, по умолчанию игра ставит соединение не в сети. Возвращаем в сеть. И сохраняем эти изменения. Отлично, мы в сети. Пошли. Заходим. А, выберите настройки в режиме паузы, чтобы отрегулировать вашу миникарту. Да нет, миникарта, по-моему, вполне себе нормальная. Ничего нам с ней придумывать не нужно. Приветствуем, воскресший. Слышишь ли ты наш голос? И это ко мне обращаются, судя по всему, как распешки. А вот смотри. Одна из пешек гуляет здесь. Давай с ней поговорим. Соррел ее зовут. Боюсь, мы пока не можем заключить соглашение. Да, я еще не готов к тому, чтобы вербовать себе пешек. Здравствуйте. Мерседес говорит, вам есть что сказать, сэр? Не очень-то рады меня здесь пока что видеть. Если вы забыли, на каком этапе находится ваше странствие, выберите в режиме паузы летопись и посмотрите историю вашего путешествия. Хорошо, я так и сделаю. Наверное, давай заглянем туда сейчас. Журнал. И смотри, журнал очень подробный. Вплоть до того, что вот болтает там пешка, и в дальнейшем каждая из пешек, можно посмотреть вот здесь. За все то время, что мы с ней ходили, вся его болтовня здесь записана. И если ты что-то не успел увидеть на экране, а мельтешит достаточно активно, ты можешь сюда вернуться и внимательно это прочитать. Также все сообщения, которые выходили по обучению, разделено на разные темы, всегда можно вернуться и здесь ознакомиться. Информация о тех пешках, которые, в принципе, с тобой путешествовали. Ну и общая статистика по игре. Вплоть до того, что сколько у нас денег есть сейчас. Ладно, заходим сюда в палатку и смотрим, что здесь есть. Ну как, зайти в палатку, не облутав все подряд? Правда же? Путыль с водой. Ну, вроде бы налутали всякого. И еще одна интересная вещь, о которой стоит упомянуть, раз уж мы начинаем здесь играть, и я вроде как чуть-чуть ознакомившись, кое-что уже знаю, да. Вот такие вещи попадаются в игре. Заметки о гидрах, в частности, часть первая. Руководство древней пешки, в котором рассказывается, как отсечь голову гидры клинком. Это инструкция для наших пешек. Пока я не могу ее использовать, потому что у меня собственной пешки нету. Но в дальнейшем, получая такие свитки и изучая их, моя пешка будет умнеть, и потом в дальнейшем может мне же какие-то подсказки, используя знания в этих свитках, давать. И это поможет мне в прохождении игры. Но давай посмотрим. Здесь у нас есть камень разлома. Точно такой же, как мы видели в прологе. Странная сила исходит из него, говорит мне рук. Добро пожаловать, воскресший. Слышишь ли ты наш голос? Да, я вас слышу. Мы обращаемся к тебе из места далеко отсюда. Легион пешек ждал тебя. Прошу простить за это странное и безликое приветствие. Этот разлом является вратами. Он служит проводником нашего рода в ваш мир. Он доступит только воскресшим, ибо только они обладают волей, чтобы вести за собой легион. Если ты считаешь, что достоин быть одним из воскресших, докажи силу своего духа. Да, я считаю. Очень хорошо. Тогда мы будем направлять тебя в твоем испытании. Если ты истинный воскресший, то эта простая задача не станет для тебя проблемой. Воскресший должен обладать доблестью, чтобы выдерживать все угрозы, и достаточной силой, чтобы им противостоять. Неутомимая страсть к самосовершенствованию порождает силу, что ведет за собой легион. Продемонстрирую это. Мы просим. Итак, мне нужно доказать пешкам, что я тот самый, кто достоин подключиться к их, уж не знаю, что это, порталу. Ну, пойдем докажем им это. Ух ты! Сэр Паблиус ведет нас вперед. И побежали за ним. Сюда же они выходили? Или в те ворота? По-моему, сюда. Сделайте что-нибудь. Ладно, давай сделаем. Слушай, ну я пытаюсь. А, пешка меня зовет к тем воротам и другим. Хорошо, я понял. Сюда, да? И что здесь у нас происходит? Мать честная, гоблины вместе с Огром? Или циклоп, как его правильно называть. Смотри, какой страшный. Но сейчас мы им покажем. Главное гоблинов стряхнуть, чтобы они потом не мешали нам с циклопом разбираться. Эх, стамины у меня маловато. Так, ладно. Хорош развлекаться с гоблинами. Ой. Он меня скинул. Так, меня подлечивают. Да, за руку, когда он бьет, лучше не цепляться. Поползли по ноге. По мере получения урона, количество здоровья, которое может восстановить магии, уменьшается, что видно по белой индикаторной полоске. Для полного восстановления вашего здоровья отдохните в трактире или используйте лечебные предметы. Если снабдить пешек целебными зельями, то они смогут пользоваться ими на свое усмотрение. Все понятно. Система, в общем-то, вроде как бы типа как в Dark Souls, да? А смотри, моя пешка тоже залезла на огра, но я прямо на голову и в шею ему бьем. Так, стамину главное не потерять. Получилось! И это было, ну, относительно несложно. Когда знаешь, как действовать, да, все становится очень легким. А вот эта фигура странная в плаще, кто это такой? Он явно наблюдал с горы за происходящим, и по-моему, ушел с не очень довольной миной на лице. Чтобы эффект лечебной магии сработал, встаньте в область исцеляющего света. Да, я понял. Вот так вот, да? Но я уже здоров. Что нам тут дропнул циклоп? Деформированный глаз, отлично. Прочная кость. Ага. Все это, насколько я понимаю, можно использовать для крафта, ну, либо же просто продать торговцам. еще немного ореха. Орехи лечат хп. Да, гоблины бродят пачками. Это я уже понял. Фонарь мне нужен. очень темно. И давай быстро, раз уж мы вышли на улицу, пробежимся. Посмотрим, что там с цветами лунными. я думаю, здесь, под деревьями, мы их найдем. Обязательно. лунными. А вот там что-то светится впереди. Волки! Маленький клык. А там что, гоблины? Еще и волки. Ох, по-моему, зря я ввязался в эту битву. Я оглушен. А, меня грызет волк. Не дает мне встать. Маг меня освободил. Мне нужно срочно полечиться, иначе что-нибудь посерьезнее. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...